Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация помощи детям «Мосты добра» провела благотворительный вечер «Жить жизнь» по сбору средств на нужды детей из социальных учреждений Приморского края. Сегодняшний вечер был организован для того, чтобы познакомить всех людей, которые с нами уже в команде, тех людей, которые хотят к нам присоединиться в дальнейшем, для того, чтобы рассказать о том, что мы сделали уже своего рода отчёт о проделанной работе и вместе наметить планы на будущее. Невозможно делать ничего одному. Человеку нужен человек. И только так мы вместе все сможем умножить добро. Партнёрами мероприятия выступили стоматологическая клиника «Премьера», официальный дилер по продаже и обслуживанию легковых автомобилей марки «Джак», компания «Успех Авто», поставщик импортной продукции, группа компаний «Залив Владивосток», ресторан «Централ Твинс» и производственно-оптовая компания строительных материалов «Кайрос». Генеральным партнёром мероприятия стала французская косметологическая клиника «Посольство красоты». Мы считаем, что достаточно важно проводить такие мероприятия, где меценаты и их подопечные могут пообщаться в неформальной обстановке. Потому что, когда мы совершаем добро, оно, конечно, чувствуется, но видеть тех людей, которые позволяют тебе испытать эти чувства, это очень важно. Как они помогают, как они помогают руководителям детских домов, это очень ценно. Мы рады быть частью этого события. На вечере «Жить жизнь» были представлены четыре социальных учреждения. Гости мероприятия с удовольствием покупали различные поделки ребят, ведь денежные средства идут на нужды детских домов. С «Мостами добра» мы сотрудничаем третий год. Сначала они приезжали к нам в качестве волонтёров. И уже год они приезжают в качестве некоммерческой организации, помогающей детям «Мосты добра». Девочки Аня, Карина и Виктория помогли нам обустроить детские комнаты. Все деньги, которые мы сегодня заработаем, пойдут нам на наш небюджетный счёт. И в дальнейшем мы их приобретём для ребят медицинское оборудование. На официальной части благотворительного вечера гостям представили уже реализованные проекты за год. В их число входит улучшение бытовых условий, поездка в Китай, диспансеризация, выпускной, покупка медицинского оборудования и многое другое. Также автономная некоммерческая организация «Мосты добра» рассказала о новых проектах, в помощи осуществления которых могут поучаствовать неравнодушные люди. «Невозможно делать что-то одному. Нам в команду очень нужны неравнодушные люди, люди, которые хотят творить, которые хотят делать добро, у которых внутри столько, что они готовы этим делиться. Все к нам». Каждый, кто принял участие в мероприятии «Жить жизнь», вносит вклад в доброе дело и считает, что миссия человека – помогать тем, кто в этом нуждается. «Я здесь присутствую в качестве гостя, в качестве коллеги. Очень приятно, что такие проекты у нас реализуются. Ни в коем случае нельзя игнорировать подобные вечера, подобные встречи. Я считаю, что они должны проходить. Равнодушным оставаться здесь ни в коем случае нельзя. Те люди, которые здесь присутствуют, конечно же, они передают ту энергию, которую можно ощущать. Это поддержка, помощь тем проектам, которые реализует организация. Это помощь, конечно же, детским домам, нуждающимся, семьям. И люди, да, видно, что они неравнодушны к этому всем. По завершению благотворительного вечера основатели организации «Мосты добра» вручили меценатам благодарственные письма и лично выразили признательность всем, кто помогает делать детей счастливее. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.